Здравствуйте, друзья! 9 часов в Москве, Ревун с вами. 9 вечера, конечно же. Начинаем нашу трансляцию. Проходим «Сломанный меч 5», «Проклятие змея», он же 5-й Броттенсфорд. Игра завоевала множество-множество наград в 2014 году. И я думаю, что не грех посмотреть. В последнее время я подсел на квестики, мне очень нравится. Недавно прошел Ланнас квест. Ну, теперь можно и за «Сломанный меч» приняться. Обучение я прошел. Заострять внимание на обучение я, наверное, все-таки не буду. Не вижу в этом какого-то особенного смысла. Привет всем, кто будет смотреть в записи нас. Привет, чатик. Давайте, наверное, начинать новую игру. Евангельскую принчу озвучивать для вас не буду. Наверное, вы все прочитаете ее сами. Графика в игре. Очень интересная. Ролики гораздо красивее, чем в том же самом «Маннас квест». Там они тоже были довольно-таки стильные, но не более того. Здесь ролики, конечно, пошикарнее. Хотя тоже мультяшные. В Каталонии, Испания, 1937 год. Каталонии, Испания, 1937 год. Испания, 1937 год. А что значит? Надо спасаться. Папа, Тиаго, скорее смывай в грузовик. Возьми, он всегда будет помогать тебе. Хорошо, папа. Мы скоро догоним вас. Тови, картина. Вокруг этой картины развернется. Сюжет последующей игры. Ну, а пока завязочка. Видим, что солдаты штурмуют виллу, и обороняющиеся шансов, конечно, не имеют. Кто из этих людей мы пока не знаем. Видим, что судьба их незавидна. Сеньора, слишком поздно, спасаетесь. Нет, папа. Сеньор, сюда. Сеньор, сюда. Конечно. Картины вывести не удалось. Париж, наши дни. Эта картина, видите, висит в галерее, не похоже, что это музей. Весенний Париж, праздник, романтика, любовь, ла-морь. Теперь я страховал произведение искусства, на жизнь вполне хватало. И вдруг, совершенно случайно, я встретил Никона, одной из закрытых показов. Я не сказал, что вернулся в Париж, Жорж. Надо куда-нибудь вместе сходить, пообедать. Не двигайтесь. Нет, месье, только не ломать. Не ломать доски. Господи, это сложно иметь. Сложно иметь, чтобы не двигаться. Снова Париж показал свое истинное лицо. Ограбление, жестокое убийство. Мы с Нико снова были вовлечены в опасное приключение. Ну что, события развиваются стремительно. Хозяин дверей был мертв. Да, порой не стоит лезть на рожон. Моя компания застраховала выставку. Теперь это моя проблема. Скоро прибудет полиция. Нельзя терять ни минуты. Так, ну что, слишком дорого стало питься нашему товарищу? Так, давайте попытаемся смотреть, что у нас есть. Давайте сделаем. Священник, который заводил соборованием довершим. Я не хотел его отвлекать. Что нам скажет священник? Простите, святой отец. Да, сын мой. Я Джордж Стобарт. Я Джордж Стобарт. Наша компания застраховала выставку. Меня зовут Симеон. Я могу чем-нибудь помочь? Вы можете помолиться за его душу, жестокое убийство. Я бы сказал наоборот, теперь все становится на свои места. Как же так? Великое зло посетило нас. Это все происки дьявола. Кто? Я доминиканский священник. Я знаю, о чем говорю. А теперь, извините, нужно помолиться. Минут назад я думал об ужиначнику. Теперь же на меня свалилось ограбление, убийство и запуганный дьяволом священник. Легкая мистика перед нами, да, разыгрывается. Так, Лейн. Лейна явно хватил удар, но он вроде бы жив. Давайте осмотрим. Говорить он не может. Пока. Это Гектор Лейн, лучший критик Франции. Мы встречались раньше, это не очень хорошо закончилось. Лучше, как видим, в кавычках. Я было подумал, что и он мерз, но, услышав храп, понял, что он просто без сознания. Ну, что мы можем? Похлоптел по щекам, видимо. Лейн был отключки. Ну, как-то его разбудить. Да врежь-то ему не. Так. Как сменить сцену, интересно. Так, достижение, главное меню, все это очень интересно. В инвентаре у нас мобилочка на мобилочку, наверное, сфотографирована. Ага, вот, смена сцены. И сразу разбираемся в интерфейсе. Так, здесь есть вода, вино, что-то такое. Нет, ничего нет. Бокалы. Как тебя приводить в порядок. Или потом. Походим вокруг трупа, полиция не спешит. Ладно. Ну, подождем. Может быть, сам придет в себя, может быть, мы найдем что-нибудь нужное. Где их принимается. Так, вор случайно оставил коробку из-под пиццы. Что же там внутри? Ну, странно, тут ничего удивительного. Вот цвет пицца. Парень, похоже, был голоден, но тут-то всего один кусок. Ага. Так. Мы взяли кусочек пиццы. Отлично. Попал на пол, никто не заметил. Хорошо, не будем больше ее трогать. Может быть, на этого чувака как-то пицца поводействует. Блодотворный запах. Там, видите, он толстенький такой парень. Возможно, обжора. Давайте попробуем вот так взять кусочек пиццы и дать Лейн. А, даже без сознания он тянулся ки-идея. Он все равно оставался в открытии. Так. Ладно, хорошо. Едой не зашло. Так, разбитый бокал видим. Тело осмотреть. Вот я не знаю, стоит ли получится у нас осмотреть тело, как вы думаете? Ага, получится. Теперь получится. Пулевое отверстие мы наблюдаем, очки мы наблюдаем, и смятая записка. Вот смятая записка, возможно, нас заинтересует. В другой лежал маленький кусочек бумаги. Было сложно удержаться и не посмотреть. В записке было написано 2.30, будь начеку. Be ready. Ничего особенного, но я внезапно вспомнил, что ограбление произошло аккуратно в 2.30. Происходило что-то странное, думаю, это были еще цветочки. Я положил записку обратно. Ну, правильно, мы ведь не должны ничего трогать, правда же? Полиция же придет. Но кто-то его предупредил. Так, тело. Бедняга, так бедняга. Так, одеколончик. В кармане лежала маленькая бутылочка. Это флакон одеколона бред. Разбудит вашего внутреннего зверя, читалось на упаковке. Так, ну, опять же, может быть, мы попытаемся разбудить внутреннего зверя нашего толстого приятеля. Не хотел трогать покойника. Так, хорошо. Очки. Некая доля юмора присутствует, да? А, понятно, ну, поиграли с телом. Что еще тут есть? Вроде больше ничего. Загадочная записка и довольно сильный одеколон. Никаких личных или важных вещей. Надо бы найти записки. Или записи этого парня. Так, бюст. Так, ну, попытка номер два. А то и номер три. Давай, дружище, мне нужно, чтобы ты встал. Попробуем так. Пора разбудить зверя, да? Да, все верно. Оп, ага, работает нормально. Что? Какой зеленый, да? Тереколон. Все, очнул, все хорошо. Вставай. Возможно, ты что-то... Во-первых, он что-то обронил. Что это такое? Боже, что это было? Пахнет... Семьдесятами. Где? Вы упали в обморок. Добро пожаловать в наш славный мир обратно. Не такой, что мы славный. Да не стоит ли вы просто так? Принесите мне что-нибудь поесть. У меня шелк, знаете ли. Ну, ладно, бро. Давай попробуем так. Кушку шпицы. Да, нашел кусочек пиццы. Я просил что-нибудь поесть. Настоящей еды. О, окей, если я не хочу. Так, хотите? Ага, все-таки согласился. Нормально, он из кармана достал реально пиццу. Все так, как обычно и бывает. Полночего, учитывая сложившиеся обстоятельства. Итак, что происходит? Ох, Ханри, он... Мертв? Боюсь, что да. Бедный парень, но почему он... Ну, почему он все это больше чем скажешь? Извините. Я вас знаю? Да, мы встречались в галерее Глиззам. Конечно, мужчина с абсцентом, может быть, у вас... Боюсь, что нет. Жаль, простите, но не могу припомнить ваше имя. Джордж Стобарт, я застраховал эту выставку. Тогда, надеюсь, у вас денег кур не клюет, мой друг. Мистер Лейн, могу ли я задать вам вопрос? Я весь ваш. Ага, так, ну что ж, мы можем расспросить многое. Ну, давайте спросим про Андрея. Вы знали владельца галереи? Конечно, мы вместе организовали эту выставку. Правда? Андрей отвечал за место проведения, я был творческим руководителем. Как долго вы знакомы? Как друзья, очень давно. Наша профессиональная сотрудничество только начинало давать свои плоды. Например, эта выставка организована мной. А теперь бедняга мертв и лежит в поле времени. Что вы знаете об украденной картине? Ах, да, мой мальчик. Ла Малдексио. Правильно я прочитал? Не самый известный представитель. Убийцы, вы могли бы посмотреть его? Карь с консервной банкой на голове, вот все, что я запомнил. А, точно, вы же упали в обморок. Люди с радостью духовной культурой более восприимчивы к насилию. Ну-ка, ладно. Так, вы организовали выставку, а какова же ее тема? Взгляд в наше прошлое. Получительное путешествие в европейское искусство через плин неразрешенных проблем нашего народа. О, да вы это у меня с языка сняли? Понятно. Кто автор? В этом-то и загвоздка, известен только псевдоним, Эль Серб. Он был каталонец, модернист, его работа полны религиозного символизма. Ну, а в украденной картине что-то нам рассказывали? Скажешь, дружище? Ла-маладексио? Ла-маладексио? О, я смог. Конечно, если вам по душе ложные святые и скрытый христианский символизм, не такая уж и важная картина. Рабитель не продаст, а и выгодно на черном рынке. Как он считает одеколону? Нет, как взамен на штырял он приемлем, как одеколон вовсе нет. Согласен, да. Наверное, нет. Раз я тебя так с него вштырила. Так. Все, мы больше ничего не говорим. Ага, ну все, дальше. Дальше ничего нового мы не узнаем. Что нам скажет отец Симеон? Он молится или уже тоже готов дать показания? Да, мой сын. Ага, тоже готов. Ну вот так здесь чаты, видите, организованы. Все-таки нужно настаивать на беседах. Ну, расскажи про зло. Что вы имели в виду, когда говорили, что случилось великое зло? Презвитесь, водорствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища. Ища. Что? Первое послание апостола Петра. Восемь дьявол всегда рядом, мистер Стобарт. Ну, наверное. Он мне не сказал ничего перед смертью? Он молвил, остановите машину, я хочу к вам. Что это значит? Боюсь, мы так не узнаем. Что вы попали на выставку, Святой Отец? Картина? Какая? Конечно же, Лаунда Господи. Ну, в общем, картина. Не могу выговорить это. Это украденная картина? Я должен был увидеть зло. Ага, то есть он охотился на грабителя, по сути дела. Ну, а про Лаунда Дексио ты что скажешь? Эльсерп, он играл с огнем, пламенем гиены, огненной. Я тут не понимаю, Лаунда Дексио, это название картины или имя художника? Видимо, название картины. Ну, расскажи нам о картине. Кто-то, кто встанет на ее пути, будет гореть в аду. Вот так вот. Но это мы обратили внимание, потому что трупы вокруг нее так и складываются. Эй, папа, как бы ты? Там, наверное, не будет душиться, согласен. Так, со святым отцом тоже все как-то выяснилось само по себе. Тут есть камера видеонаблюдения, которая, возможно, что-нибудь засняла. Из этого дядьке что-то выпало. Щипчики для ногтей, как это мило, друзья. На щипчиках были выкравлены инициалы. ГЛ, Гектор Лейн. И что? Должно быть выпали у него из кармана. Мы выпали. И нам они-то зачем? Если мы попытаемся им их просто вернуть? Ну, так, как честный гражданин. Это ваши щипчики? Да, ведь, мои инциалы. Ага, вот спросим про щипчики. Шикарно. А, и все, да? То есть он взял и ущипчики спрятал в карман. Тот признается, что да, его как бы все нормально. Хорошо. Окай. Картины, картины. Что-то вот здесь на эту картину можно действовать. Интересно. Картина была подключена к сигнализации. Интересно, почему же не сработала сигнализация украденной картины? Хороший вопрос. Значит, и кто-то отключил, видимо. А остальные? Десятка тысяч. Жаль, не его масштабчик, да? Да и не мой. Бюст. Бокалы. Что, бюст? Бюст тоже, наверное. Бюст не очень прочно стоял на пьедестале. Я не хотел его свалить. Ну ладно. Не вали. Подумаешь. Давайте осмотрим камеру видеонаблюдения. Надеюсь, камера запечатлела момент кражи. Кабель от нее тянулся в комнату с табличкой входа. Воспрещен. Самое интересное, всегда происходит с табличкой входа. Воспрещен. Точнее, за дверями с такой табличкой, да? Так. Родина картина вот здесь вот, да? Мы можем, наверное, осмотреть место... Место ограбления. Так, а остальные картины тоже, наверное, будут вещать. Ну, конечно. А это он трогать не хочет. Стоит она всего 90. А 55 это 90. Да нет, все нормально. Прицелимся к остальным. На табличке было написано, что картины писали в 1934 году. Она продавалась за 80 тысяч. Петский взгляд, взятымальный абсентом подсознания художника. Всего за 80 тысяч. Ну, не только по-другому. Окей, ладно. Табличка к картине, вот к этой, наверное, да? Картина называлась... А, все. Ла Маладексио. Автором являлся некто Эль Серб. Он в 1937 году. Цена всего 40 тысяч. Ну, не наука. По сравнению с остальными. Эта картина стоила меньше всех галереи. Так, почему же именно она? Конечно, вопрос. Ух ты. Я как-то не обратил внимания. Тут такая скульптура, друзья. Такая скульптура. Так, ну давайте осмотрим место. Так сказать, похищение. Тут висела украденная картина. Правда? Ну, почему она? Зачем убивать? Оказывается, картина была под сигнализацией, которая должна была сработать при попытке снятия со стены. Нужно узнать, почему она не сработала. Так. Нобка тестового запуска. Колонка. Датчик давления. Четыре штуки. Это динамик системы сигнализации. Должен был запищать при попытке кражи. Ну, очевидно. Тут все в порядке. Это не причина поломки сигнализации. Возможно, какой-то датчик давления отсутствует. Или... Зачем запуском тоже порядок. Организация работала, это была диверсия. Как интересно. Так, датчик давления. Я нажал на детектор колебания, и ничего не произошло. Ага. У меня этот. Я нажал на детектор колебания. Ничего не произошло. Я нажал на детектор колебания. Ничего не произошло. То есть мы в четыре раза прожали на детекторы, и ничего не произошло. Ну, какой вывод мы можем сделать? Мы можем сделать вывод, что сигнализацию кто-то испортил, да? Я не знаю, достаточно ли этого. По законам квестов, может быть, и достаточно, но ничего не произошло. Так, мы можем, знаете, что еще попробовать? Раз у нас есть щипчики, и мы их так прихвыть из нуля. А тут есть проводочки. Давайте попробуем как-то так сделать. Может быть. Может быть. Мне никогда. Если на... Аму эту штуку. Почти блестящая идея. Почти. Что тебе не нравится в ней? Ее хорошая. Нет. Нет, мне нужно попробовать что-то еще. Ого, Атлан. А, еще дверцы есть. Смотрите-ка. Ух ты! Вот же ж. Так-так-так. И вот оборванный провод. Так вот, почему она не сработала. Проод перекусили. Диверсант знал свое дело. Раз не перекусывал, ребята. Похоже, это был кто-то с кой. О, боже, мираж. Ачивочка открылась. Так, что здесь есть еще? Здесь мы можем что-то перекусить? Синий, например. Нет? Уже не можем. Так, ну допустим, этого, наверное, достаточно. Давайте пойдем за дверь. Сторонний вход воспрещен. То есть, еда интересна. Если я хочу снарезать с камерными длинами, нужно сначала... Лэйн Билл, Билл из портрета Мандри, он мог знать код. Нам нужен код. Нам нужен код, друзья. Как у нас с кодом, как вы думаете? Сейчас поинтересуемся. Лэйн, дружище. Знаете, код? Я хочу спросить вам еще несколько вопросов. Если вы insistите, я still в шоке. Ладно, ладно, рассказывать нам про шок. Мы не боимся шока. Так, тут уже стало больше... Ага, куда вы там? Если вы куратор, то, возможно, у вас есть код от этой двери. Код от двери офиса? Да, я как раз подумал, что нам все-таки-то зайти. Конечно, я не могу дать его вам до приезда в полицию. Я понял, что по-хорошему от Лэйна ничего не добьешься. Придется его прижучить. Как мы его прижучим? Какие у нас есть идеи на тему прижучить этого парня? Мистер Лэйн, знаете, а вам придется дать мне код. Из какого-то я должен это делать? Потому что полиция может подумать, что вы главный подозреваемый. Мы оба знаем, что вы не виновны, мистер Лэйн, но полиции просто так не убедить. Я могу вам помочь сказать им, что вы не виновны в обменную услугу. Конечно, код от офиса. Да что вы себе позволяете, у полиции нет совершенно никаких обвинений в мой адрес. Как странно, что вы это упомянули. Кто-то отключил сигнализацию, перерезав провод. Мм? Что? Кто-то способен на такое. Кто-то свой, мистер Лэйн. Вы же не думаете, что я. Что же, боюсь, это будет первая версия, которую полиция рассмотрит. Вздор, да как я мог перерезать этот провод? Мистер Лэйн, это ограбление, к тому же, нехорошо, скажется на вашей репутации. Сейчас же я смотрю, стою на своем. Вы не получите код. Что ж он такой... Низговорчивый. Это был кто-то свой, мистер Лэйн. Полиция обязательно заинтересуется вашими последними действиями. Меня не было в городе несколько дней, а вчера я рано лег спать. Неужели? Вы не получите этот код силы? Нет. Кажется, я напал на след. Лэйн обливается потом. Зрелище не из приятных. Давайте еще на него надаем. Надаю, вы все еще не хотите дать мне код. Совершенно верно. Назовите хотя бы одну причину. Наверное, я все-таки скажу, мистер Лэйн. Что я ему скажу? А вот он не знает. А ты, мистер Лэйн, кажется, вы будете поздравлены номер один в этом деле, это не слышали. И можете спокойно сказать, мистер Ставарт. Возможно, их нужно произнести в другом порядке. А возможно, мы что-то еще не видим. Поэтому давайте будем действовать последовательно. Что значит последовательно в нашем случае? Это значит, что мы пойдем, 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 пойдем. Посмотрим что-нибудь еще. Так. А что еще мы можем посмотреть здесь? Возможно, есть какие-то улики еще. Правильная картина. Понятно. Ну, или, возможно, нужно перечислить доказательства. А, стоп. У него же есть щипцы. Мы можем сказать, что это он щипцами, типа, перекусил, да? А, бюст, понятно. Так, так, так. Ну-ка, давайте-ка, давайте-ка. Интересно. Щипцы. Ваши щипцы? Держу пари ими. Очень удобно резать провода. Что вы имеете в виду? Представьте себе, сигнализация была выключена, и здесь поработал кто-то свой. Вы пытаетесь обменить меня? Да как вы смеете? У меня не было причины бивать Анрини одной. Ладно, но полиции на это наплевать, а мне просто нужен код. Ну, давай же. Не в той последовательности, да? Открываем. Видимо, не то. Так, 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 так. Ух, пугайте его одеколом. Мистер Лейн, this robbery is not gonna reflect well, as I said. Нет, ему плевать на репутацию. So, you'd been out of town. That's right. I've not been near the gallery. Не появлялся он в галерее, и плевать ему. I'd say this, мистер Лейн, but you... So, you keep... Так. Вот он пока не задается. Давайте выберем другую последовательность. How about it, мистер Лейн? Certainly not. Guilty by way of nail clippers. I've been away from Paris for several days, and only got back this morning. How could I have cut that wire? Мы ему говорим, что по всеми на вот и щипчики, а он говорит, что... Да, не было его тут. Нам... Давайте начнем... Парать еще с переверить. Это значит, у вас не было в городе, и поприедут, и вы сразу легли спать. Я не виделся в галерее несколько дней. Мы не можем успокоиться, да. Мистер Лейн, this robbery, as I said, guilty by way of nail clippers. Sheer fantasy. What possible motivation could I have to sabotage the alarm? Это отец Кода не знает, конечно. Father? Yes, my son. Ух ты, тут есть о чем поговорить. Так, 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 может, папа знает код? Может быть, не знает. Айдек, ты жупари, тут происходит, что-то необычное. Да, мистер Стобарт. Ну, конечно же, начали понимать. Не совсем так, цитает отец. Я думаю, что это саботаж. Дьявол всегда действует из-под пешка. Ролл в коробке сигнализации был перерезан. Возможно, самим дьяволом? Насколько я знаю, в последнее время немногие видели на улице мужика с рогами, да при хвосте. Вы все шутите, мистер Стобарт. Ну, вот и видит, дьявол смеется последним. Знаете код от двери офиса? Нет. Но всегда можно помолиться, прося божественного вмешательства. В общем, уважение состоит от себя, полагается, на более быстрые и действенные методы. Знаете? Не понимаю, почему не увидят. Так. Мы, Брэдл, слышали. Он все рассказал. По картину, он тоже все рассказал. Ну, про одеколон, понятно. Так. В пике, следствие зашло в тупик. А если мы польем сейчас телефон, там можем позвонить каким-то людям, да? Этих людей мы не знаем, но позвонить мы можем. Так. Побрызгаем одеколону на этого парня. Так, чисто по приколу. Не получится, конечно. Куда? Стой. Не хочет он. Так, ладно, хорошо. Допустим. Допустим, мы не придумали. Могли мы и не придумать. Камера видеонаблюдения, все дела. Так, что мы еще можем здесь сделать? Дверь, кодовый замок. Еще картина. На записке на теле Анри там тоже, видимо, нет. Хотя мы можем посмотреть. Вдруг там есть бумажка. Вероятно, что такое... Нет, есть только эта записка, да? Другой записки вроде бы-то и нету. Незадачка. Так, ну, давайте позвоним по телефону. Ну, а что, у нас есть телефон? Давайте звонить. Давайте Нико позвоним. Возьмем помощь друга. Нико не отвечал на телевизор, ну, как обычно. Ну, для меня это несколько необычно, но... Позвоним... Риккенбакеру. Риккенбакеру. Здравствуйте, мистер Риккенбакер. Слово, в чем дело? Мистер Риккенбакер, у нас проблема. Ну, я все еще этому не удивляюсь. Надеюсь, не в галереи голубая ящерица. Боюсь, что да, сэр. Тут произошло ограбление. О, прекрасно. Украли только одну картину. Ну, и что ж, тогда ты отвлекаешь меня по пустякам? Найди картину или же найди способ не компенсировать страховку. От этого зависит твоя работа, Стобарт. Понятно. Спасибо, сэр. Пожалуйста, что-нибудь еще? Грабителя был пистолет, он застрелил владельца галереи. Мы его тоже страховали? Нет, сэр. Тоже хорошие новости. Хотя бы скажи, что у тебя есть какие-нибудь зацепки. Я больше чем уверен, что система охраны была взломана, сигнализация не работала, только у одной картины. Так что это был кто-то свой, кто же... Кто еще в галерее? Ну, святой отец и Лейн. Еще тут мужчина по имени Гектор Лейн. Лейн? Почему это имя кажется незнакомым? Он искусствовед, думаю, он связан с выставкой. Может быть, это он? Он грабияный, откидный красавец. Вполне может быть. Так додови на его Стобарт, да и пока он не сломается. Если я хочу прижать Лейн от стенки, то мне понадобится больше улик. Узнай, кто вырубил сигнализацию, затем найти картины и не звони, пока не будет результата. Так. Дурого тут у них. Не просто так. Так, ну уходить, наверное, отсюда еще рано. Еще нужно поковырять этого парня. Нельзя же просто так свалить, правильно? Нельзя. Он говорит, что он... И он дролл где-то и... Не мог. Не мог. С чего бы нам начать? Даже не знаю. Мистер Лейн, this robbery is not gonna reflect on you. Кажем, что он нехорошо отразится на репутации. Он говорит, что мы не получим. Так. I hate to say this, мистер Лейн, but you're gonna be the number... So you keep... Давайте вот с этого начнем. Certainly not. Guilty by way of mail clipper. А, скажу, что я все равно, это щипчики. Так. Что ли, что не появлялся в галерее? Что делать, а? Мистер Лейн, this robbery... As I... I hate to say this, мистер Лейн. So... Guilty by... Sheer fantasy. Так, зачем тебе отключать сигнализацию? Чтобы украсть картину. Давайте так попробуем. How about it, мистер? Вот так скажем сначала. Guilty. I've been away... Ну, типа, подсказка это, что во всеми надо щипчики. Во всеми надо щипчики, говорим мы. Sheer fantasy. What possible motivation could I have to sabotage the alarm? Mr. Lane, this robbery... Открывательно надо, да? Мы код не получим. So, you've been out of town... That's right. I hate to say this, мистер Лейн. So, you... Так. Не зашло, мягко скажем. Что еще тут есть? Может быть, ничего-то не наблюдаем? Камера... Понятно? Ладно, хорошо. Ну, не дается нам код. Может, там окно есть? Давайте выйдем в дверь. Мы будем с ним возиться. Вот окно, пожалуйста. И фишнебельный район не место для внезапных озараблений. О, окно в офисе. Какое проще. Ну, это похоже, чем-то наподобился. Минтер, с тем, видя на наблюдение, мерцал в углу. Что здесь есть еще интересное? Дверь галереи. Уже, что-нибудь, тубзик здесь еще есть, да? Вот вправо. Вот он. Вполне себе. Может быть, он как-то при делах. Станция метро. Ну, там мы далеко уйдем. Участный тубзик классический, с дырками. Нужны должны французы. Они даже в туалет ходят с высоко поднятой головой. Очень интересно. Нам это надо? Факт. Если мы ломанем на станцию метро, наверное, мы... Так, а в витрине что у нас видно? Сюда невозможно видеть картину ограбления, было спланировано заранее. Ага, хорошо. Дальше. Какой-то витраж. Витраж. Мне всегда очень нравились подышки и витражи. Мне-то как нравилось. Так, а может быть, кто-то что-то видел в ресторане? Такое возможно? Официант. Извините. Се? В дереве произошло ограбление. Правда, что ли? Кажется, вы не очень-то удивлены. Собственность это краж на все искусство. Собственность следует на все искусство краж. Согласны? Ну, если так на это посмотреть, невозможно не согласиться. Так, ага. Ну, есть о чем поговорить. Вы видели, как кто-нибудь покидал галерею? Да, красивая женщина с фотокамерой, она за кем-то гналась. Ага, хорошо. Это должна быть Неко. Вы знаете ее? Я удивлен. Вы не рассмотрели, кого она преследовала? Попадаю, месье, что как и любой человек, он был непознаваем от природы. Я не удивлен, что у него так мало клиентов. Так. Хозяин галереи Аннелли был убит, пытаясь остановить ограбление. Жизнь для того, как мы ее проживем, ничто, но это... Понятно, ага. Хозяин-то узнали? Можно ли мы полностью познать другого человека, месье? Он мало бывал здесь, не так часто, как его приятель, месье Лейн. О! Ну-ка, ну-ка, давай к нам про Лейна. Что вы знаете о геттере Лейне? Лейн, конечно, он порой заходит сюда. Он иллюзнул, не заплатил вчера вечером. Вечером? В котором часу? Ага, попался. Если видите его, отдайте счет и скажите, что в следующий раз придется платить. Вот это сейчас четко. Вот это по-нашему. Вчерашний счет Лейна, но он утверждал, что вчера и близко не подходил к галерею. Данный чек может помочь получить код от двери. Ну, и давай пару хитрых слов о том, что вы знаете о галереи. Буржуазная, праздная, слишком помпезная, как и ее куратор Лейна. Вечно тут ошивается. Каждый раз кичится перед своей наизуспеченной пассией. У него еще и пассия. Так. Такую штуку видел у него? Это щипчики для ногтей. Да, ну правда? А это одеколон, сейчас он скажет. Вы не заметите, что я пахнусь? Нет, не в коем случае. Вы не пахнули. Так, еще про логички. Вы стоили мне такие уж и друзья, да? Транссортный критик с сыпающей бредовыми афоризмами. Благодарю за вашу стойку, я его надушусь. Возможно, в следующий раз я подам вам кофе. Ну или нет? Нормальный чувак. В принципе. Пошли внутрь, прижмем этого хитреца. Поймаем на уши прямо. Вот так, моему. Итак, Лейн, не дадите мне код. Нет. Хотя бы одной причиной он ваш. По всеми вот и щипчики. Я не был в паре несколько дней, и вернулся сегодня утром. Также я мог привязать провод. Как бы я мог бы поделиться на это? Подглядите на это. Что это? Это ваш билл из кафе неподалеку. И? Он вчерашний, точнее, ближе к вечеру, если быть точным, в пол первого ночи. Вы утверждали, что не были в городе. Вчера вы точно выпили много шампанского, а счет не оплатили. Знаете, вы доказывали, что вас не было в Париже вчера. Теперь это все больше похоже на лошадь. Вот что вам скажу, вы мне код, и полиция ничего не узнает. Мотив и доказательство соучастия счет не в вашу пользу, мистер Лейн. Да вы шантажист, Стобарт. Обычное дело. Хорошо, я сдаюсь. Код 6397 Но я не буду подписываться под вашими нелепыми обвинениями. Наконец-то это был код. Полиция могла появиться с минут на минуту, но нужно действовать быстро. Да, там. Не прокатило. Никому не двигаться, черт. О-хо. Классический французский плетей. Я инспектор Наве, отдел Баварит с тяжкими преступлениями. Я прониклашаю это местное преступление открытым, то есть закрытым. А, нет, он не очень умный. Никому не двигаться, особенно мужчине на полу. Ха. Кутки за 300. Му, я хочу тотальный локдаун. Никого не отпускать, кроме меня, конечно. Му. Му зовут этого мужичка. Так, 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 ну-ну. Через несколько минут. Нужно было попасть в галерею, но до поли знакомая фигура охраняла Дэвид. Это был сержант Му, мой старый знакомый. Так, сержант Му, давайте поговорим. Сержант Му, мы снова встретились. А-ха, мадам Кулар, как неожиданно приятно. Я была внутри во время ограбления, можно войти? Я боюсь, что нет. Инспектор Наве строго нас запретили. Входа нет? Входы и подавно. Думаю, вы ошибаетесь, мадам. Теперь это не просто ограбление, а убийство. Мой бог, педняга. Кто такой этот Наве? А, самый многообещающий молодой инспектор. Гений, человек с сверхъестественной интуицией. Говорят, он чрезмерно проницательен. Мадам, не нам с вами обсуждать характер инспектора. Он вот-вот раскроет третье тело за неделю. Так чем же он так хорош? Кровавые пятна, он эксперт с мировым именем. Он великолепно в этом разбирается. Так, ладно. Я свидетель, мне нужно попасть внутрь. Думаю, вы можете дать показания в участке. Я видела вор, я могу помочь с расследованием. Вам меня не переубедить, мадам Калар. Я почти догнала убийцу, у меня есть его фото. Инспектор Наве будет рад. Пусть это в галерею, я покажу ему. Никак нет. То есть я не могу войти без разрешения инспектора? Нет. Да. А чтобы спросить разрешения, мне нужно войти. Точка. Вы слышали о Капке, сержант Му? Мадам Калар. Не понимаю, при чем здесь футболисты. Э, но он... А, ладно, хорошо. Пусть. Мне правда нужно в галерею поговорить с инспектором Наве. Вот еще, его нельзя беспокоить. Он здесь в расследовании применяет свои знаменитые приемы и методы. Еще чуть-чуть и дело вскрыто. Я так на это надеюсь, очень устал и хочу домой. Дурдом, сержант Му не хотел пускать меня внутрь. Вот мое устверение. У вас есть что сказать для вечернего выпуска? Да, мадам. Уходите с места преступления и не мешайте работать в полиции. Он так был готов. И всегда оставляйте свет на кухне, если вечером у вас нет дома. Окей. Почему вы такой уставший, сержант Му? Я работал три дня подряд, со всем не спал. Наве гений своего дела, но он считает, что мы все сделаем из одного теста. Ах, бедный вы бедный. Если вы хотите немного поспать, я могу покоролись за вас. Правда, не трудно? Ах, нет, хитрая попытка, мадам. Жандарм никогда не покидает пост. Ну, а не хотите ли что-нибудь горячего? А, может быть, но, к сожалению, я не пью на службе, мадам. Доктор-неставитель не рекомендовал мне после последнего случая. Так, а это что такое, господи? Тот случай, что же все-таки произошло. Не хочу об этом говорить. Скажу одно, мне очень стыдно. Я на службе, не отвлекайте меня. Большое спасибо, сержант Му, вы очень помогли, очень. Так, сержант Му, что-то не зашло. Что у нас есть? У нас ведь есть телефон, наверное, давайте позвоним просто... Просто Джорджу, и все. Пусть впустят. Такие проблемы-то. Привет, Джордж, и я у галереи. Слава богу, ты жива, Нику? Я пытался и звонить, но ты не брала. Ну, он сторожит дверь, он не пускает меня внутрь. Грабитель скрылся, но я все же успела сделать пару снимков. Бедняга, Анри мертв. Знаю, но почему он... Хотя-то я и пытаюсь понять, похоже, что с сигнализацией поработали, а это был кто-то свой. Значит, это не простое ограбление. Не такая уж и обычная картина, священник утверждает, что в ней таится зло. Мне нужно пробраться в кабинет и заглянуть в записи с камеры видеонаблюдения. Ты же сможешь помочь, если проскользишь внутрь? Проблемка. Так, а кому она еще? Может, кто это за чувак? Ронни. Это, наверное, босс ее журналистки. Ронни, я на выставке в районе Манмарка. Ты не поверишь, что тут произошло. Гонишь. Что такого там может случиться? Место? Дрянь. Картина украдена, владелец галереи убит. Да ну, тогда опроси свидетель, осмотри место преступления. Позвони мне сразу, как соберешь материал. Если поторопишься, будешь вечерним номером. Пока, Николь. Очень помог нам. Там мог быть шанс, которого я так долго ждала. Так, ну давай, смотрим витрину. И все еще было там. Мне нужно в галерею. Так, в окно офиса. Это был офис. Он заполнил страны вещей. Это был тузик. Красивый, но ведь неприятный. Ну, вряд ли мы полезем в метро-то сейчас, да? Так, ну давайте сходим в кафе. В кафе мы уже были рождаться. Чтобы не сходить еще раз. Правда? Да, правда. Где наш дяденька? Вот он. Дяденька, дяденька. Есть у тебя сперный ход в кафе? Лол, дяденька. Дяденька у нас балка. Он еще и закрылся. Быстро же ты. Зачем тут стоишь? Вам не понять, мадам. Попробуй. Правда? Потому что я смотрю на вас и знаю, что вы одна из них. Ух ты. Из них? Тех женщин, которые ходят по магазинам, сплетничают, посещают спа-салоны и... Миндальные кроссаны. Настолько серьезно, да? И мужчины с их ухоженными волосами, натертыми таблесками ботинками и в перитальных пиджаках, они приходят сюда и заказывают латте, макиято, фраппе, фраппе, фраппе. Да, я понимаю. Продетом мы стояли на баррикадах, вырывали тротуарную плитку и проливали кровь. Продетом? Нет, мадам. Мы боролись за идею, за философию, свободу, равенство, братство. Да, здравствуй, революция. Вы знаете, что помогло нам идти дальше? Давало нам надежды в ту знаменательную осень, что наполняло наши сердца верой. Эээ, дешевое вино и свободный секс? Нет, мадам, еще раз, нет. Простой французский кофе. Слышь, чашечка, и ты уже чувствуешь свободу. Так вот, почему закрыт? Да, мадам, я обслуживаю только мыслителей, философов и революционеров. А вы с вашей модной курточкой и туфельками точно не одна из нас. Это ведь кафе? Да, для правильных людей. На самом деле, я бы с радостью зарядил ему в челюсть. Но тут он может помочь мне проникнуть в галерею. Ну-ка. Мсье. Жизнь мимолетна, мадам, прием песок, что сквозь пальцы сочится. Да, возможно, но... Только есть то, что он из себя делает, и как творить себя. Произошло преступление. Ужасно, мадам, но вы же знаете, как говорят. Нет, но, наверное, вы меня просветите. Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния. Правда? Ну, хорошо, возможно. Он нагонял на меня отчаянием. Во время восстания мы боролись как могли. О, правда? Наверное, было тяжело. Да, хотя они заставляли меня отсиживаться за баррикадами с остальными баристами. Мы варили кофе литрами с помощью революции. Я еще никогда не варил столько кофе. И, конечно, наши бравые бойцы постоянно бегали в кусты, да господи. Но только благодаря нашему кофе они стойко боролись всю ночь напролет. Так я не приберусь мимо сержанта Уму. До свидания. Меню напитков. Можно заказать кофе и отнести его сержанту Уму. Пусть отрубит, в конце концов. Меню был черный кофе, и сходный выбор безалкогольных напитков. Так. А если мы ему журналистским удостоверением потыкаем? Вот мое удостоверение. La Liberté. Мадам, оказывается, вы не такая, как они. Пожалуйста, поднимите мои самые глубокие киски вне извинения. Конечно, но в чем дело? Но почему? La Liberté. И веки киски свободы. Самый раскал сражения, когда слезоточивая игра струился по улицу, Маккорфь и Остекой. La Liberté нес голос революции в массы. Теперь я знаю, что вы не закажете миндалью, Кроуссан. Вы настоящая дочь Франции, и я ваш верный слуга. Ох ты ж, ежик. Так, ну верный слуга, давай. Помоги нам. Пожалуйста. Дорога к просвещению для нас, мадам. Хотите пройти ее со мной? Можно поговорить? Когда угодно, мадам. Так, вот надо кофейку. Как насчет кофе? Для вас всегда, пожалуйста, мадам. У меня только один сорт кофе. Черный, крепкий, в малюсенькой чашечке. Минуту. Короче, я чувствую, мы будем поить этим кофе этого фанстебля, и рано или поздно он пойдет в туго. Ваш кофе, мадам. Спасибо, дружище. Нет, уж возьми ее с собой, пожалуйста, милая. Кофе был крепкий и горячий. О, сделай нам с собой. Для бывшего товарища? Конечно, мадам. Кофе с собой, конечно, мадам. Минутку, мадам. Все, мадам. Ваш кофе на вынос, мадам. Спасибо, миссия. Спасибо, миссия. Так. Не хочу расспрашивать его про галерею. Возможно, там ничего интересного он не скажет. Будет опять нудить про Ницше. Не хочется про Ницше. Слушайте, если честно. Так. Ну-ка. Мой друг Му. Ну-ка, на-ка. Хочешь-ка фигу? Не сошло, да? Я говорю, хочешь. Сажент Му, я промесловом кофе. Кофе великолепно то, что нужно. Но стоите, нет. Моя пикантная проблема, пипикантная проблема. Думаю, один маленький стаканчик кофе не повредит. Очень заманчиво, мадам, но нет. И вы извините. В тот раз вы кофе и ваша маленькая проблема, да? Печальная история, мадам. Я все внимание, сержант. Я думаю, вы сможете меня понять, что я... Я слушаю. Я следил за собакой самого президента. Однажды, во время отпуска, он привел к госпоже министр обсудить несколько вопросов. Я приглядывал за его собакой, но выпил кофе, чтобы не уснуть. Тут-то меня и на крыль. Я привязал его к дереву, и отлучился ненадолго. Когда я вернулся, то обнаружил, что собака президента занята делами с рельером госпожи министр. Но как они узнали? Ну, как сказать, через два месяца лабрадор-президент ощенил с шестью прекрасными дворняжками. А меня понизили до сержанта сразу после развода президента. Вы жертва обстоятельств, сержант. Вы так думаете? Конечно же, вы прекрасно знали, что охраняйтесь самого президента. Нельзя было уснуть на посту. Ну, собака президента. Ах, все одно. Возможно, это было. Мы для этого выпили кофе, пожертвовав угоду вашей славной республике самым дорогим, что было у вас карьерой. Ну, если так... Вы снова нужны Франции, она требует пейте, сержант Му, пейте. Она так и говорит? Да. Пить или уснуть на посту. Вот в чем вопрос. Я думаю, пить. Браво, сержант! Давай. А теперь в тубчик. О, мой бог! О, извините, мадам. Мне срочно нужно отключиться. Пошло как по маслу. Вы не придривитесь за дверью, пока меня нет? Конечно, можете на меня рассчитывать, сержант. Миксер. Отлично. Еще одна ачивочка, называется Капля в море. Ну вот. И мы. Труп на месте. Как вы прошли мимо сержанта Му? Ну, меня не так просто провести. Я допрошу вас позже. Ника, раз тебя видеть. Никона, Ника. Так, что проблема? Инспектор не дает мне прохода, придется как-то его отвлечь. Посмотрим, чем я смогу помочь. Чем мы сможем помочь? Поговорю. Ну, что такое не забыть? Инспектор Наве, у вас найдется минутку? Говорите быстрее, у меня очень мало времени. Полагаю, это довольно сложное дело, инспектор. Это всего лишь ограбление и незапланированное убийство. Не стоит поднимать шума. Мне кажется, что все не так просто. Прошу вас не делать подспешных выводов, мадам. Тело убитого может поведать нам много больше, чем показания любого свидетеля. Обратите внимание, под каким углом вошла пуля. На отсутствие крови все ясно классическое убийство. Ничего больше. Вам не кажется странным, что вор украл именно эту картину? Мир полон странностей, мадам. Перчатки без пальцев, белый собачий помет, волосы в носу. Рыкпочитаю не отвлекаться во время расследования. Знаете, что сигнализацию намеренно отключили? Я полностью изучил место преступления. Я осведомлен о каждой проблеме. Я нахожу биологические улики более информативными. Мир вещей не для меня. Части тела, кровь, вот что дает мне пищу для ума. Вы не думаете, что неработающая сигнализация не просто совпадение? Времена это скоро предбудут, извините душу им. Не беспокойте меня вашей мирской чепухой. А почему вы не посмотрите за без камер видеонаблюдения? Мадам, это не мое дело. Я работаю только с телами. Но записи важны. По ним можно попытаться вычислить убийцу. Коррекция, мадам. Поправка, мадам, это всего лишь зацепка. Только тело убитого может сказать по-настоящему. Может, по-настоящему помочь нам. Если вам нечего сказать, не отвлекайте меня по пустякам. Вместо осмотра и места преступления инспектор НАВЕ предпочитал возиться с телом. Заявление для пресс, инспектор, может быть? Но сейчас мадам. Что вы думаете о американце, о Джорджем? Он довольно-таки подозрительный тип. Спасибо, инспектор. Дам вам знать, если вспомню что-нибудь еще. Если я хочу избавиться от новой, то мне нужно больше лев. Возможно, рукотворную. И чем больше крови, тем лучше. Это что ты сейчас планируешь делать? Интересно, не знать. И откуда мы возьмем сейчас рукотворную кровь? Прям тут. Давайте к телу подойдем. Я не знала владельца галереи, но думаю, он этого не сослужил. То есть вот там, да? Давайте поговорим с Лэйном. Вы Гектор Лэйн, искусствовед? Естественно, мадам. А вы должны быть один из ангелов. Меня зовут Николь Каларья, журналист. Ах, баджи ангел, мой любимый. Что можете рассказать об украинской картине? Она называется Ла Маладексио, господи. Кто был артист? Ла Маладексио. Некто по имени Эльссерп. Говорят, он был учеником слова Пикассо. Ну, 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 то ложь. Он был хорош, но даже не высшая школа. Никто не знает его настоящего имени. Расскажите мне об ограблении. Ужасное дело, что вы хотите знать? Расскажите мне об убийствах. Все случилось так быстро. Подумайте, что вы видели? Не знаю, могу ли я ответить на ваши вопросы за ужином. Если нет, месье, сроки проживает. Вы видели грабителя? Я бы шипел с ног, но он был слишком проворным. Вы знаете, что сигнализация была отключена? Нет, уж какой-то. Я думаю, именно поэтому она не сработала. Что вы можете рассказать о Банрике галереи? Дорогой Энрик, бриллиантный вежество современного арт-бизнеса. Он был хозяином галереи. Как же мы будем без него? Вы уже общались с Джорджем? С американцем? Да. Он обещал помочь разобраться с полицией, если они начинают задавать вопросы по поводу моего здесь присутствия. Вот мой пресс-карт. А я-то думал, что вы довольно молодой и красивой для журналистов. Спасибо за помощь, мисси Лэйн. Лэйн не может нам помочь. Так, 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 так. Делаем понятно. А, мы можем показать, кстати, фотку. А, не можем показать фотку, да? Вот так вот, по-простому показать не можем. Ладно, что нам скажет отец Семен. Извините, святой отец. Все в порядке, святой отец? Это ужасно. То, что произошло ужасно, но да, со мной все хорошо. Погуляю ли я вам задать вам вопросы на чьё-то отравления? Какие? Я журналист из Ла-Либерта. Думаю, что я смогу отлить на ваш вопрос, и давайте. Вы не запомнили что-нибудь об убийце? Я у тысячи лиц, дочь моя. Боюсь, что я не смог запомнить нападавшего. Да что ж ты делаешь-то со мной? Ну, хоть что-то. Извините, тогда я не контролировал ситуацию. Нет, там. Почему вы пришли сегодня в гамерее, святой отец? Господь указал мне путь, я увидел постер. Ох, постер же висит. Я понял, что должен быть здесь, точно, постер там висит. В смысле? Ла-Маладекфио, само зло, я должен был увидеть её. Ага, то есть картина это зло. Автор зовут Эльсерпен, змей. Разве вы не понимаете? Злой? Что же вы хотели предпринять? Я хотел узреть дьяволом. Тогда, думаю, вы зря пришли, святой отец. Да? Человека убили, мисс Калар? Я бы сказал, он сделал больше, чем достаточно. Это не поможет моему расследованию. Вы знаете что-нибудь об авторе картины? Он проповедовал страшные вещи, слуга антихриста. Откуда вы знаете? Картина говорит за него. Отец Семёнов высказывал довольно странные предположения. Что вы можете сказать об Анри? Невинная жертва, окуда все, но по-своему, невинны. Если он пытался продать такую богохульную картину, как Ла-Маладексио, то кто знает, какие еще ужасные деяния он скрывал? Господи, в присутствии отца Семёна я чувствовал себя в чем-то виноват. Священники всегда вызывали у меня чувство вины. Что вы можете рассказать о картине? Абсурдно и зло. Как картина может быть злой? Убивая каждого, кто столкнется с ней. Получается, мы следующее? Не шутите за дьяволом, мисс Каллаф. Хорошо, тогда обязательно предупредите вашу мечтацию, что картина злого плафа. Спасибо, Святой Отец. Очень помог. Священник не мог мне помочь. Так, постер. В любви вирсел хаос. Не думаю, что стоит срывать постер. Телефон, да, вот так не использовать. Ага, понятно. Так, ну, может быть что-то... Тут есть. Так, что скажет там Джордж? Джордж? Я не могу. Я не могу. Зачем тебе нужно в офис? Я уверен, что ограбление хорошо спланированная диверсия. Надеюсь, не какие-то доказательства в офисе. А что тебе мешает? Суперкоп over there. Он тот... Типерсушик. Если я хочу ответить, прошу пытайся, приду с тобой своим нахватки. Это идея, Джордж. Но нужно как-то открыть из спектра. Давайте когтим бюст. Вот так вот возьмем и когтим. Бюст. Бюст был великолепным. Ну, давайте когтим. Это было очень аттрактивным пиццем. Произведение и искусство. Понятно. Ну, давайте его уродим. Нет, никак не уронить. А, вот, коробка из-под пиццы стала активной. Может, там кровь под ней? Точно. Там кетчупчик лежит. И мы сейчас скажем, что это кровища. Ха-ха. Такой коварный замысел. Ну, там не было пятно кетчупа. Я растерла пятно ботинком. Почти как кровь. Но чего-то не хватает. Если я хотела крючка, нужно сначала избавиться от жвачки. Блин, избавимся? Мы не можем брать это голыми руками. Ну, мне как-то даже стыдно. Сладать такой. Я поддела жвачку удостоверения. Надеюсь, он спектр. Чего не заметил. В раннем. Теперь у нас есть удостоверение с жжовкой. Эй. Инспектор. 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 Вы видели пятно на полу? Думаю, это кровь. Индит. Серьезно? Очень интересно. Нужен срочно провести анализ. Пока какой-нибудь идиот в него не вляпался. Интересно. Может, настало время машины? Так, давай. Так, Джордж. Это должно его отвлечь. Найс work, Никол. Молодец, Никол. Я дам знать, если найду что-нибудь в кабинете. Я был уверен, что инспектор не заметил, как я вошел в кабинет, но следовал поторопиться, а то он начнет меня искать. Так, ну часы нигде не текают, все нормально. Постер, часы, картин с былой женщиной, диван, пустые бутылки. А где комп-то? Вот здесь, в первую очередь. Вот, что нам интересно. Это была система видеонаблюдения, она делала последовательные снимки. Похоже, нужен код, чтобы запустить эту штуку. Да что ж такое-то? Кода у нас что-то нет. Ладно. Нигде тут он не написан? Такое случается с кодами, я знаю. Перекрепляют на какую-нибудь фигню. Тут вот тут написано на котике непонятное. Но кода вроде бы нет. Ладно, посмотрим вокруг. Нет проблем. Нужен четырехзначный код. Как-то умудрился догадаться, что он нужен именно четырехзначный, а, дружище. Ты подскажешь мне? 1975-й, например, он прямо здесь висит. Такой радужный, красивый. Не подходит, интересно? Так вот, один. Один, девять. Девять, пять. Как же так? Ну, то есть, это довольно предсказуемо, да? Мы довольно предсказуемо, друзья. Так, ну ладно. Позырим доску для заметки. Доска для заметок была завешена всякой-всячной. Может, как-то подробнее. Думаю, что там что-то значимое. Календарь. Календарь был похож на домашнее задание школьника. Андрей взял 27 мая и написал день рождения. 27 мая. Ну что, 27.05? Или 05.27? Ну, сомнительно. Тоже сомнительно. Ну, давайте попробуем. Нет проблем. Бинго. Я ревернула тейпу, чтобы предварить убежище. Не понял. То есть, он пипикнул, но сказал бинго, да? Ну, мы все видим. А вот и первый важный кадр. Он изучает Лама Ладексио. Он еще ни о чем не подозревает. Так. Предыдущий неинтересный. Понял. Следующий кадр. Нико и я обсуждаем картину за секунду до ограбления. Интересно, сначала картина меня даже не заинтересовала. Потом показалась необычной. Хороший кадр с картиной. Похоже, я даже начинаю понимать, почему отец Семен думает, что это зло. У нее была какая-то тяжелая аура. Кадр был не совсем славный, но в середине картины можно было различить змея, поедающего собственный хвост. Я задумался, что священник, да, что-то необъяснимое беспокоищее было в этой картине. Ух ты. Ачивочка собственный хвост. Хвост называется собственный хвост. Ачивочка. Грабители картина. Ничего, что поможет его опознать. На записи был отчетный виден момент кражи. Грабитель снимал. Больше не буду читать название. Но точно знал, какую картину брать. Так, а вот до этого кадра мы не рассмотрели, да? Вот, что тут я не понял. Каждый раз, когда моя жизнь влачилась, никогда не с кемом проходили проблемы. Просто рассматривает картину, или уже о чем-то переживает. Это ограбление остановилось, все запутаннее. Так. Вот я нахаждаю здесь в картине, помню. Чехо нашли. Размеи хвост мы поняли. Так, здесь это мы видели. Дальше пришел грабитель, момент кражи. А, тот самый ненужный момент. Нашли была надпись, но я не мог ее разобрать. Люблией-то нельзя. Мужан Риннис дал назад. Я бы точно дошел в сторону. Замитель. Размеи, поняли. Здесь стало три уже элемента, да? А, вот сигнализация, когда грабитель сигнализации на картине, должна была сработать сигнализация. Она была отключена. Интересно, кто же это сделал? Лейн или даже сам Анри? В Лейна мы не видели рядом с картиной на записи, да? Убийца пытается сбежать, надпись видна, да? На шлеме была надпись Waterloo Motors. Waterloo Motors. Может, предсказаться. Но запомним этот момент. Картина украдена. Дальше тут сигнализация. Сигнализация. Вот и я проверяю сигнализацию, надеюсь, не слишком подозрительно выгляжу. Так. Дальше. Зря я поглядел прямо в камеру, ну как без этого? Последний кадр. Я узнал все, что считал нужным. Это все, что мы можем здесь? Так. Давайте осмотрим, что есть еще осталось. Много же осталось. Татая была самовлюбленной. Посмотревшись, я понял, что фигвалист был на шарнире. Давайте-ка сними. Пау-пог, нет, я не видел, что я творю. Оп-па-ты, ничёк. Очень интересно. Сейф. Так, замочная скважина. У нее нужно, видимо, вставлять ключик, но ключика нет. Я был уверен, что даже он либо не был настолько глух, чтобы прятать что-то в офисе. Если его в офисе, еще раз. Я не открою сейф без ключа. Так. В общем, понятно. Вряд ли он прячет его в офисе. Тифан, который многое повидал. Обнаженная красотка манила меня взглядом. Пусть и бутылки. Пусть и бутылки. Пусть и бутылки по самый славный алкоголь до лучших времен. Пусть и бутылки. Дверь уже, да? Здесь вроде больше ничего нет, но... А еще мусор вот. Пара слыбла сверлил меня взглядом с полуоткрытого. Что там полуоткрытого? Постера. Так, и стол можно... А, телефон еще, кстати. Так, давайте стол осмотрим. Угу. Так, ручка. Ручка могла пригодиться, но она измажет на все карманы. Так. Зажигалка. Тара ржавая и давно не работает. Не будем ее брать. Не в смысле, как это сказать, в кармане. Мне светло не очень умно. Так. Моток ленту. Пиццу ты в кармане таскала, моток лента взять не хочешь. Что такое? Что такое? Логично. Просто свитча, свитч, контрол. Надо же. Так, визитка гледит. но мне нужна визитка ловли идея по покатал и шарпин буду это мужик почему-то все время что-то хочешь тащить газетов которые работала не клон дает что жила днем когда репортаж окажется первой странице ждала от него а жила днем то есть там этот день был для нее важен вот в ящик папочка в ящике больше ничего не было интересная папка теперь на то что можно будет обменить в согласовании улик отчета провела на работе охрана агентстве версии юриди я рекомендовал другое агентство не повезти в нашу фирму анри сам выбрал охранное агентство я никогда не слышала версию тут был адрес и телефон ах а помню то что все встану больше не чувствуешь на 1 резинда сердце дескать так ты со мной да ну то есть зацепка у нас есть так да в кадре заметил как-то за день им портного порта ада и вы за прорезь ламбой от роган слайдан постер-постер адвокатайз до 1975 стакал мюзик росту headline по группу калд осмотрел ах они все осмотрел можем еще хотим осмотреть то есть отсюда с не выпустит пока мы не осмотрим все это думали что анри умеет и было что анри любил и фанги оценил ладно не знаю была лава лампа стильным ретроэлементом или же просто старый анри был довольно странным ну ладно допустим телефон в городе дисковый телефон трубка была засадена крыси то что что здесь моделька фургона vw camper van t1 объеме движка был написан за 1.6 литра тринкет джон девушки мусор музыкальные инструменты вот допустим был хиппи картина женщин на картине где-то я ее уже видел здесь наверно однако длэй дистерты мне седактами так доска статая диван это западет шофа отреплены дома помним бутылки посмотрели артины вроде как увиделись лампа ладульки ловец но в который не ловец но в смысле не откликается полужинку смотри да и позиции лава ламп а ладно ладно и 1 резинка скидка гетто и нам так а кальян и кальян у меня от него всегда болит голова возможно анри был хиппи но зарабатывал хорошо а первые глаза помню про много мусора столько вот есть тысячи лет алилим ты еще но в стреку сквозь кольца была пустынна топ нас не интересует диван так что он с инвентаря друзья да и ничего интересного больше ну мы помним что да можно открыть на ключа нет не смогу больше попасть в офис ну что ж давайте посмотрим еще это мы могли гербарий гербарий в рамке возможно андрей был хиппи не зарабатывал хорошо почему гербарий хорошо зарабатывал непонятно выключатель выключатель лампа а давай кота отойдешь посмотрим здесь еще что есть том бонсай тумбочка он вроде ничего под диваном вроде тоже ничего так хочется найти что-нибудь на что можно подействовать действовать не стоит ни на что да 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 галорий власть давай один монога бак и давать не моргом понятно нет не хочешь ладно не хоти еще в таком случае и шкух ничего можем позвонить можем вера секьюрити давайте позвоним охрана агентства чего бы нет здравствуйте вера секьюрити слушать добрый день это джорж стобар никогда о вас не слышал правда наша компания лидер на рынке страховых услуг и высокопки пожалуйста не звоните сюда больше так а если шефу позвонить ну тогда куча раз уж всем звоним и возможно будет интересно я обнаружил документ доказывать что анри непослушный совет на счет охранного агентства и мне просто интересно почему это твоё дело стобарт просто узнай куда делась картина просто встал и пошел узнавать так что еще у нас есть от эту картину мы осмотрели пустые бутылки осмотрели тут на столе ничего интересного дверь предлагают открыть наверное рано мусор гитара ящик ящики 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 системы видеонаблюдения часы постер моделька фургона доска телефон лампа он еще про календаре есть амрия бренд 27 мая понял фурты можно мы не все поняли или что есть чем доски объявления вряд ли доски для заметок лампа была на клампе нас теперь не пускают 1 резины сердце деск я не хочу в ящике хочу стола спорта там столько всего интересного ты меня не пускаешь фону фон винтажный телефон о кардин для мусора футов на трешке на нашу письмо от банка требующая она и немедленных выплат по кредитам о списке покупок было множество странных веществ преимущественно женских адреса я понял что андрей живет в дорогом фишнебельном 16 мог и парижа думаю лучше положить письмо на место финансовые проблемы андрей не моя забота теперь я знаю где он живет о все вот дверь открылась месье вы все-таки пролезли сюда а теперь вы еще и пытаетесь потасовать улики долгать сказать правду а скажем правду я не хотел ничего потасовывать я просто осматриваюсь ищу подсказки это моя работа месье месье чтобы оборот что мы страховали выставку правда то есть вы хорошенько наварить на этом деле наоборот мы довольно много теряем не надо миссия мы все знаем как работает страховое агентство да особенно вы инспектор вот именно я рано встаю каждый день чтобы как пташка поймать первого червячка понятно хочу напомнить что произошло тяжкое преступление прошу вас вернуться в конечно но позвольте задать вам несколько вопросов запомните все что спросите может быть использована против вас не все за аборт хорошо я буду помнить знаете охрана агентстве версии киричи не слышал теперь не мешает не вести расстояние и кажется что камера видеонаблюдения может помочь узнать личность преступника профессионал вы профан оставьте это мне дружить месье месье вы американцы верно да или формии там с костей понятно наверно думаете что вы как эти старские и больше месье покатушки с красавицем на спортивных машинах стреляясь пистолет направо и налево он довольно привлекательный инспектор но и мой конек правда тогда позвольте донести до вас вы подозреваемый номер один вы можете идти я доброшу вас позже как он со мной жестко то ну окей я знал что делать дальше но прежде чем продолжить мне следовало кое в чем разобраться эй нико как насчет чашечки кофе давай я закончил первичный осмотр теперь это официальное место преступления вам придется покинуть помещение я вызову вас всех для допросов ближайшие дни никто не выезжает из страны и особенно это касается вас миссер стабарт мистер лэйн останется и поможет с наведением порядка мол да инспектор выведи их всех и секунду ты кофе из плит и чашечки кофе пожалуйста отлично работали не знаю что ты сделал на это сработает просто немного фантазии на в у тебя на крючке и жупари он на все поведется ради крови ли что-то такое не успел прочитать и на дескал сара на все это ограбление убийство и нечистое мая сет воде ими ну что друзья давайте на сегодня поставим логическую точку завтра также в девять часов продолжим смотреть разговаривать и познавать мир а заодно расследовать это коварное убийство разрешат нам это сделать интересно да наверное сохранить нельзя что ли нельзя сохранить давайте вернемся и не удастся ну по моему кто-то свой продолжай что отключилась сигнализация только лишь одной картины дай угадаю ламаладексио ламаладексио именно надо узнать где-то было камера засняла вора у него на всем была напись ватерло-мортерс мне тоже удалось сфотографировать но лучше поспорить дай мне знать если что-нибудь еще я не думаю что картина зло Джордж он не в себе да возможно что-то все-таки я нашел лишь сохранного агентства которое нанял анри я рекомендовал им другой удачи в расследовании мне пора идти рада тебя видеть я тоже Нико ну вот я смотрел ей след гул улиц солнце светит новое преступление и снова Ника ну вот а теперь можно реально сказать вам пока сохранить игру на 8% мы продвинулись надо же почти ничего не сделали а уже так близки все друзья спасибо что смотрели спасибо что зашли на сегодня я с вами прощаюсь до завтра я с вами прощаюсь я с вами прощаюсь